МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Ксения Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Дом высокой культуры быта. На Довиденко-14 устроили образцовый подъезд. День IT-знаний. СОРОВ присоединился к международной профориентационной акции. Таланты России. Образцовый ансамбль горницы стал лауреатом открытого международного проекта. Далее расскажем обо всем подробно. Электронные паспорта в России будут выпускать в двух видах. Смарт-карты и приложения с QR-кодом. Они будут взаимосвязаны и полностью заменят традиционный бумажный документ. Выдавать электронные паспорта будут на добровольной основе гражданам с 14 лет. По планам получить документ в новом формате россияне смогут уже к концу следующего года. Сначала электронные паспорта будут выдавать в Москве, Московской области и Татарстане. Почти на 70 миллионов рублей увеличатся расходы городского бюджета на этот год. На заседании планов бюджетного комитета депутаты и представители администрации обсудили основные изменения, которые вносят в главный финансовый документ. Подробности далее. На оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений из бюджета дополнительно выделят около 16,5 миллионов рублей. В сфере культуры повышение заработной платы коснется таких организаций, как городской музей, театр драмы, библиотеки имени Маяковского и Пушкина. В рамках программы «Физическая культура» и «Массовый спорт» 618 тысяч выделят на расходы по индексации зарплаты для бюджетных работников. Увеличение на 2 миллиона 93,5 тысяч рублей – это на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки, учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку и Карсаров Атом. Как я уже сказала, рассказывая о доходах, как раз вот это увеличение состоит из 1 миллиона 674,8 тысяч рублей за счет предоставляемой субсидии и 418,7 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Дополнительно на строительство школы по улице Зоргина 600 мест планируют потратить около 45 миллионов рублей. Из средств местного бюджета выделят 500 тысяч, остальное субсидирует область. В сфере городского хозяйства увеличат финансирование проекта инициативного бюджетирования «Вам решать спорт для всех» на 650 тысяч рублей в связи с увеличением стоимости ремонтных работ спортплощадки 15 микрорайона. Увеличено бюджетное сигнование в сумме 8 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог за счет субсидий областного бюджета, на реализацию полномочий орган с местным управлением по решению вопросов местного значения. Увеличено бюджетное сигнование в сумме 30 миллионов 788,5 тысяч рублей на приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок в количестве 5 единиц. Поправки депутатов в бюджет принимают до 22 октября. После проекта решения рассмотрят на заседании городской Думы. В список вошли 23 препарата. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Клуб «Акбар» Центр внешкольной работы отмечен в конкурсе на соискание региональной премии общественного признания в сфере благотворительности «Нижегородский феникс». Эта премия – знак уважения и признательности к людям за весомый вклад в сохранение и развитие культуры благотворительности на нижегородской земле. Торжественная церемония вручения награды пройдет 26 октября в Нижнем Новгороде. Воспитанники отделения плавания спортивной школы ИКАР приняли участие в Кубке Нижегородской области по плаванию четвертом этапе Кубка сильнейших. Их соперниками стали спортсмены сборных команд физкультурно-спортивных организаций Нижнего Новгорода и области. Всего на Кубке было разыграно 36 комплектов медалей на индивидуальных дистанциях. Гордей Барзанов собрал весь комплект наград. Спортсмен стал лучшим на дистанции 100 метров к ролям на спине, вторым на дистанции 200 метров к комплексным плаванием и бронзовым призером 100 метров к комплексным плаванием. Анастасия Корнишина поднялась на третью ступень пьедестала почета на дистанции 100 метров в вольном стиле. Лидия Булыгина стала третьей на дистанции 50 метров брасом. Тренируются пловцы у Виктории Шалыгиной и Евгения Чувашлева. Результаты ПЦР-тестов на коронавирус теперь будут выдавать в течение суток после сдачи. Такое постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Изначально максимальный срок подготовки теста на COVID-19 составлял трое суток. В прошлом году его сократили до 48 часов. В России начнут вакцинировать детей от COVID-19. Об этом сообщила главный врач городской клинической больницы номер 52 города Москвы Марьяна Лысенко. Клинические испытания препарата «Спутник Ви» проходят без осложнений. Вакцины ожидают в конце декабря. Вакцинация детей может начаться в начале следующего года. Все больше регионов России вводят обязательно вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан и систему QR-кодов. В Санкт-Петербурге с 1 ноября электронный документ потребуется предъявить для посещения мероприятий и общественных мест. Также с 1 по 3 ноября работодателям северной столицы рекомендовано перевести всех сотрудников на удаленку. Между тем, Россия обновила новый рекорд по смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1015 россиян. Еще один человек стал жертвой болезни в нашем городе. Нередко саровчане, выезжая за город, покупают продукты у продавцов на обочине дороги. Но такие покупки могут обернуться неприятными сюрпризами. Почему опасно покупать овощи, фрукты и грибы около трассы, расскажем далее. Осень еще радует нас теплыми днями, а это значит, что и продавцы с большой дороги выставляют свой сезонный товар. Многие люди с удовольствием покупают продукты в придорожных палатках. Но так ли это на самом деле безопасно? Во-первых, нужно запомнить, что торговля на обочине осуществляется без разрешений и лицензий. На обочине никто эти санитарные правила не выполняет, не имея разрешения. На ними никто не надзирает. Они элементарно раковины, чтобы помыть руки, нет. Кроме того, нет личных медицинских книжек, которые должны быть там и анализы, и медосмотры, и геническое обучение. Наиболее опасно покупать на обочинах различные консервы, молочную продукцию и грибы. В этом случае никто не гарантирует качество продукта. Остаются вопросы и о том, как и в каких условиях его готовили. Ситуацию усугубляют и неправильные условия хранения продукции, например, под прямыми солнечными лучами. Даже овощи с огорода могут таить в себе опасность. Здесь опасность того, что каким удобрениями они все это применяли, какие удобрения, и превышение по нитратам, нитритам, птицидам, чего угодно. Тут опасность получить отравление вот этими вещами. По трассам постоянно проезжает много автомобилей и грузовых машин. Выхлопные газы, дорожная и сажевая пыль – это опасные канцерогены. И все это оседает на придорожных продуктах и впитывается в них. Самое важное, что надо запомнить – при отравлении вы ничего не сможете предъявить продавцу с обочины. Найти этого торговца уже невозможно, чтобы там привлечь его к ответственности. Либо прервать вот эту пищевую цепочку, как в магазине снимают продукцию с реализации, партию целую снимают. Здесь уже это невозможно. И поэтому люди, которые покупают продукты на обочине, рискуют на свой страх и риск. Запомните, чтобы обезопасить себя и своих родных, покупайте продукты на рынке или в магазине. Эти точки контролируют надзорные службы. Что касается арбузов и дынь, то их лучше брать в сезон, чтобы не отравиться большим содержанием пестицидов, нитратов и нитритов. Правительство России поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных. По словам авторов проекта, правило содержания питомцев предусмотрено законодательством. Однако отсутствует ответственность за их нарушения, поэтому фактическое применение норм невозможно. За несоблюдение требований предлагают установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, а за повторное нарушение от полутора до трех тысяч. Законопроект будет направлен в Госдуму после доработки профильным комитетом Мособлдумы. Не подъезд, а парадная. На Довиденко-14 полностью отремонтировали входную группу и первый этаж. Как сделали самый красивый подъезд Сарова, расскажем далее. Обветшавшие двери, выцветшие стены, старые лифты. Пару месяцев назад подъезд дома-14 по улице Довиденко мало чем отличался от других. Но товарищество собственников недвижимости за довольно короткий срок превратили его в островок европейского стиля в нашем городе. Источником вдохновения для разработки дизайн-проекта, как рассказала председатель ТСН, была Саровская ривьера. Вы знаете, хотелось добавить сюда света и воздуха. Потому что у нас даже наша участковая врач, когда приходила, она немножко пугалась вот этой темноты маленького пространства. И вы знаете, вообще это делается не только для нас и для нынешнего поколения. Я хочу, чтобы и дети, которые живут в доме, привыкали к другим условиям. За счет средств капремонта заменили лифты. Остальные работы проводят за счет средств на содержание и ремонт жилья. Дополнительные средства жители дома не собирали. Бюджет рассчитывают грамотно, закупая материалы постепенно. Помимо косметических работ отремонтировали аварийные коммуникации, а также заменили двери в жилых зонах и на пожарных лестницах. Конечно, я очень благодарен людям, которые жильцы дома. Они с пониманием относились к всему. Потому что это, естественно, и мусор, это и перфоратор. Работал в основном ночью. То есть, в нем шумные работы, ночью тихие работы, чтобы не мешать людям. Ну, грязи было, конечно, много. Им большое спасибо жильцам, которые все это дело вынесли. В общем, подарок им вот подъезд такой. На достигнутом ТСН останавливаться не планируют и в будущем собирается благоустроить остальные этажи дома. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Саров присоединился к международной профориентационной акции «День IT-знаний». Сотрудники технологических компаний встретились со школьниками и рассказали им об актуальных IT-профессиях. Подробности далее. Я хочу рассказать о тех профессиях, инженерно-технических IT-профессиях, которые вы можете освоить и быть полезным, если ваше увлечение игрой станет профессиональным. Игровой продюсер, разработчик-программист, гейм-дизайнер, тестировщик. Путь, который занимает игра от задумки до своего появления на экранах геймеров по всему миру, долгий и непростой. Эта индустрия набирает популярность с каждым днем. Воспитанники 17-й школы узнали, кто и как создает видеоигры. «Я узнал, что в продюсировании занимается большое количество разных компаний, игр и так далее, которые встречаются, можно сказать, на каждом шагу в интернете. Рисование очень, ну, как я понял, очень важное, так как анимация, это все связано с рисованием». Урок IT-знаний провели в 13 школах города. Это федеральный проект, который по инициативе «Майл Групп» в Сарове реализуют три организации. В Сарфатыни, Яуми-Фи, детский технопарк «Кванториум» и телефонная компания «Сарова». Мероприятие направлено на планирование профессионального будущего школьников, в том числе связанного с IT-сферой, а также на развитие кадрового потенциала в области цифровой экономики. «Мне повезло сегодня быть в школе номер 17. Ребята были на уроке очень включенными, и очень приятно осознавать то, что некоторые из них уже определились с выбором профессии. Уже в восьмом классе определились, и один молодой человек действительно хочет связать свою будущую карьеру, свою будущую профессию с миром информационных технологий». Интерактивный урок-презентацию завершила дискуссия, в которой ребята спрашивали у спикера о нюансах профессии игровой индустрии. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Образцовый ансамбль народной песни «Горница» стал лауреатом открытого международного проекта «Таланты России». Старший состав завоевал первое место в номинации «Народный вокал». Заслуженные награды получили также младшая группа и солистки ансамбля. Международный проект «Таланты России» прошел в формате онлайн-концерта. Образцовый ансамбль народной песни «Горница» также прислал на суд жюри записи своих выступлений. В результате старшая и младшая группы ансамбля, а также отдельные солисты коллектива стали победителями и лауреатами проекта. Очень важно и очень ценно для меня, как для руководителя, преподавателя, что именно жюри этого конкурса «Клен медиа» прислали и рецензию на каждое выступление. Это и уровень профессиональный, это то, что дает движение вперед. Члены жюри проекта – профессора, народные и заслуженные артисты России. Многие считают, что участвовать в конкурсах дистанционно очень легко. На самом деле это сложнее очного выступления, где есть живые эмоции, энергия и задор народной песни. Народное искусство, оно в современном мире считается неформальным искусством, да, и тем более в современных наших условиях, где идет со всех сторон музыка иная, и тем ценнее выступления ребятишек, которые занимаются этим искусством, искусством наших предков. Народное творчество ансамбль «Горница» не ограничивает только песнями. Часто участники коллектива сопровождают свои выступления танцами и игрой на музыкальных инструментах. Мне запомнилось в концерте то, как нас записывали, как мы готовились, и само собой выступление. Он дал опыт, ну, так сказать, на концерте сдерживать, ну, держать свой голос. То есть в этом конкурсе все оценивается серьезно. И чтобы получить хорошую честь, хорошие знания и знания о концерте, как надо петь, лучше стараться и пытаться. Именно этот конкурс запомнился тем, что у нас было достаточно яркое выступление, по моему мнению, как мне показалось. За победу в проекте «Таланты России» образцовый ансамбль народной песни «Горница» получил предложение о гастролях по России. Концерты запланированы на лето 2022 года. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!